Друзья, всем привет! В своих сторис я опубликовала пост Макса Галкина, который он выставил сегодня. И, собственно говоря, в этом посте вы сможете детально найти все ответы на вопросы, по какой причине был отменен мой европейский тур, который должен был начаться в середине ноября и закончиться в первых числах декабря. Там были города Германии, там была Латвия, Прага и Дубай. Во всем медиапространстве было очень много статей о том, что якобы на концерт Наргиз не покупаются билеты, так как европейская публика объявила Наргиз бойкот. На самом деле это грязная ложь и не буду вам пересказывать, просто перейдите, посмотрите, пожалуйста, и почитайте внимательно пост уважаемого, замечательного человека Макса Галкина. Я вас всех очень люблю, целую, обнимаю. Ваш Наргиз. Добрый день, друзья, не добрый день вам, не другие. Вот вы послушали Наргиз, да? Есть такая присказка, интересно, девки пляшут про нее. Итак, выступление узбекской американской певицы, которая была все время раскручена российским телевидением, отменили. И сейчас все вот эти вот артисты, которых отменяют, на которых не продаются билеты, они нашли для себя очень удобную объяснялку после скандала с Би-2. Для тех, кто в танке, я напомню, что команда, которая, согласно Википедии, называется российско-белорусской Би-2, выступала недавно в Таиланде, на Пхукете, их задержали, потому что у них не было рабочей визы, фактически это были нелегальные концерты. Их отправили после штрафа в тюрьму в Бангоке, где держали там в ужасных условиях. И якобы российская дипломатия пыталась добиться депортации, во всяком случае, российских граждан, которые в составе этой группы есть. В Москву, где, опять же, если верить либеральной общественности, их ждала неминуемая кара. То есть кровавый режим садил бы в тюрьму, непонятно за что. Потому что если бы всех артистов, которые выступают без разрешения, без оформления рабочей визы в курортных странах типа Турции и Таиланда сажали, у нас бы вообще места не хватило бы в лагерях. Но песня совсем не о том. Короче говоря, они были депортированы в Израиль. Хотя в свое время, напомню, Таиланд нашего гражданина, торговца оружием Бута, депортировал в США по настоянию штатов. Ну, дело давнее. Ладно. И теперь, короче говоря, все вот эти вот артисты, на концерты которых не приобретают билеты, и организаторы вынуждены эти выступления отменять, все эти артисты теперь дружно нашли для себя очень удобную объяснялку, что это, мол, происки российской дипломатии. Что касается иностранного агента Максима Александровича Галкина, которого Наргиз упоминает в своем спичи, то он в запрещенной соцсети Инстаграм письмо написал подписчикам из девяти пунктов, где подробно объяснял, почему у него не состоялись концерты в Индонезии. Я ссылку оставлю на эти его объяснения. Это смешно. Это даже смешнее, чем вот это видео, на лиге с которым вы посмотрели. Максима Галкина тоже иноагента все началось еще раньше, в октябре. По техническим причинам отменилось его выступление в Казахстане. В январе, без объяснения причин, организаторы отменили концерты в Таиланде. Ну и тогда же Галкину отказали во въезде на Бали. Причем с действующей рабочей визой. Сам Галкин говорил о письме из российского правительства, на которое якобы сослались пограничники. Представитель МИДа Мария Захарова с удовольствием ответила Галкину и вместе с Би-2 назвала уехавших артистов токсичными деятелями антикультуры. И здесь нахуй, блять! Дорогие друзья, в ноябре состоятся мои концерты в Израиле. Я приеду, я хотел сказать, я приеду с новой программой. Я не приеду, я там живу. Я буду с новой программой «Прекрасная недалеко». Очень буду рад ждать моих верных зрителей в Израиле. Список городов, где и когда будут концерты, вы можете узнать, перейдя по ссылке. Ссылку я сейчас размещу в сториз, а также вскоре она будет доступна на моем сайте. Итак, Израиль, жди в ноябре с новой программой.